приветствую вас друзья у меня на канале и я виталий буду снова готовить для вас всякую вкуснятину сегодня я хочу вам приготовить курицу курицу будет будет у нас курица кфс вот что я хочу про неё вам сказать эту курицу я готовил много раз и последние разы я нарыл там в интернете очень разных кучу рецептов ну вот и провал по ним приготовить даже записывали видео но реально получалось не то совсем что я хотел и совсем не было похоже на ту курицу которая продается в кфс вот я реально провал дорабатывал дорабатывал я думал настолько будет легкое блюдо оказалось это все таки сложно вот нарыл я что именно 11 этих приправ которые были до 56 года в таком именно составе который придумал их вот наш не наш американец который сделал эту курицу она будет без всяких хлопьев без овсяных без кукурузных она будет чисто натуральная оригинальные короче это будет оригинальный рецепт вот и я все-таки методом пробу ошибок я все-таки дошел до того момента что я приготовлю вам оригинальную курицу из чего я буду готовить у меня будут стрипсы из куриного филе и крылышки курицу как вы все знаете конечно мы не моем сразу из нее начинаем готовить это все для того чтобы не не разносить бактерии по всей мойке по всему столу где мы все моем вот а хотя бы если разнести то только по тому месту где мы будем их резать займемся подготовкой я возьму куриные крылья отрежу них вот эти вот кончики они нам совсем не нужны они будут очень жесткие дверенькие сделаем вот так вот все разрежем крылышки все части вот это все просто вот и мариновать я буду в такой вот миски вот пока что я готовлю крылья вот дальше филе филе у меня сразу уже вот такими вот кусочками если вы возьмете грудинку порежьте ее вот примерно вот на такие куски для того чтобы она вас прожаривалась хотя можно конечно жарить и медальоны и любые части курицы которые вам понравятся также сама можете и куриные ноги взять единственная разница будет в том что вы нам придется просто ноги подольше прожаривать а это прожариться намного быстрее вот вот такие вот у нас красивые кусочки дальше что нужно нам для маринада для маринада нам нужна пахта пахта это обезжиренные сливки это остаточный продукт от масла масло из сливок выбили осталось вот это вот хорошая вкусная жидкость на которая продается во многих магазинах и проблем я думаю не составит ее купить она еще называется масленка по по немецки или по-английски по-моему buttermilk или buttermilch по-немецки вот обезжиренная там 0,5 1 процент жирности вот примерно что-то такое мне нужен один стакан вот этого продукта и на один стакан одно яйцо вот так и сюда на этот стакан я добавляю вот такие у меня маленькие чайные ложки две чайные ложечки соли и хорошо все это перемешиваем и укладываю сюда нашу курицу вот так все это дело хорошо перемешиваю вот так вот закрываю пленкой и убираю в холодное место убираю насколько в оригинале считается что насколько я нашел сколько времени по времени по времени это от одного часа час это минимальное но если вы продержите по своей возможности четыре часа вкус не ухудшится только улучшится поэтому от одного часа я скажу до четырех часов в холодное место дальше приступим к панировке два часа мариновки пролетели пролетели незаметно вот вот у меня курочка моя промариновалась так дальше жарить я все буду на меня подсолнечное масло вот так его выливаю и буду стараться нагревать если у вас есть термометр то до сто пятьдесяти четырех градусов как это у меня выдержать я не представляю но я буду стараться если вдруг получится у меня сто пятьдесят три или сто пятьдесят шесть но не обижайтесь и так друзья самое главное это специи и травы их у нас 11 и и это травы именно те которые использовали в кфс но я их регулировал уже по своему вкусу попробуйте сделайте именно с такими пропорциями здесь у меня мука простая пшеничная мука здесь у меня ее 600 грамм три чайные ложки именно хочу вам сказать я использую вот такие вот маленькие чайную ложку для вот этого вот 3 чайные ложки соли сухие листья чабреца сухие листья базилика сухие листья орегано или душица по простому обыкновенная по размерам это у меня пол столовой ложки пол столовой ложки орегано орегано у меня столовая ложка потому что трав я добавляю побольше они только в лучшую сторону играют очень осторожно надо работать с перцами дальше это у меня сельдерейная соль первые разы именно когда я готовил эти специи я не мог найти сельдерейную соль в ближайших магазинах и я ее приготовил сам поэтому если вы не найдете просто приготовить сельдерейную соль режете сельдерей стебля сельдерея просто в любом положении главное чтобы это были кусочки не крупные ложите в духовку на 140 градусов 1 час это все высыхает солью перемалываете у вас получается душистая сельдерейная соль которая используется в очень многих блюдах дальше это у меня одна чайная ложка перца черного немножко даже она без горочки это горчица сухая горчица паприка паприка сладкая ее я не жалею здесь 4 хороших чайных ложки соли чайных ложки паприки это чеснок молотый сухой чеснок здесь у меня три чайные ложки это чайная ложка имбиря сухого и белый перец белого перца я ложу чуть больше половины чайной ложки потому что он в жареной курице именно в панировке очень яркий резкий вкус добавляет хотя у американцев его в плюсе в плюсе по отношению к другим приправам по отношению похоже очень как на паприку но я пробовал с ними получается совсем не то и не перебарщивать именно с черным перцем с белым перцем и сухой горчицей вот поэтому примерно вот такие вот в эти соотношения это все в муку вот и все это хорошо перемешать дальше друзья что я еще хочу вам сказать есть рецепты курицы где панировку окунают не только пшеничную а еще туда добавляют кукурузный крахмал поэтому я сделаю половину курицы в этой панировке без кукурузного крахмала честно с кукурузным крахмалом я не пробовал поэтому добавлю попробуем в рецептах должно быть вкуснее должна быть другая панировка попробую добавлю проверим здесь здесь у меня 100 грамм кукурузного крахмала на 600 грамм муки добавим проверим дальше окунать мы все это дело будем в воду в воду со льдом чтоб она была холодная ледяная вода вот разобрались мы с этими делами и начнем панировать берем нашу маринованную курицу поправляем шкурку советую делать этапами если вы жарите разные разные части курицы это у вас филе или ножки или крылышки то этапами жарить если жарите крылышки то крылышки жарите мяско то мяско потому что стрипсы все-таки будут по-другому прожариваться и с другой скоростью ну вот и начинаем вот так вот все это обваливать в нашей панировки дальше вот так вот я стрессу выложу вот сюда остальную стрессу тоже сюда так здесь у меня больше ничего не осталось и опускаю воду считаю до 7 раз два три четыре пять шесть семь выбираю наклоняю немножко жду пока у меня сольется вода вот вода слилась я это все отправляю назад в панировку сейчас наше движение обваливаем все в панировке вот так вот так вот так вот так потом прижимаем и опять обваливаем все наши в нашей панировке масло у меня нагрелось берете деревянную палочку кипит значит она у нас готова дальше вот так вот курицу стрясывайте руками ударили и опускаете масло дальше стряхнули ладошками ударили и опускаем в масло стряхнули вот так вот друг от друга ладошки ударили сколько по времени жарить немножко масло за много налил по времени нам надо для куриных для крыльев 8 минут 8 минут для куриных крыльев прожарки для стрипсов хватает 6-7 минут прожарки вот она у нас обжарилась красивая дам ей стечь и переходим дальше сейчас я сделаю добавлю крахмал вот так вот перемешаю его с мукой кукурузный крахмальчик вот так вот перемешал вот так и сейчас буду делать стрипсы вот так вот так вот так дальше как аналогично и с крыльями я это все обваливаю дальше с лишнюю муку в сторону лишнюю муку назад вот так вот так и опускаю все это в воду раз два три четыре пять шесть семь даю даю стечь вот так и выкладываю назад вот так вот так вот так вот так вот так и начинаю все это панировать прижимаем и опять поднимаем все это дело прижимаем и опять поднимаем сейчас берем кусочки вот так вот вот у нас время пробежало и вот такие вот стрипсы у нас получились по-моему крахмал сделал свое дело видите красивейший сколько на них этой панировочные рвания тени 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 плавают тени вкуснятина а ведь красиво запах стулья стулья ресторан кфс столы люди сидят курочка пахнет реально говорю это тот самый запах это даже вкуснее что значит тот самый это вкуснее и я для них для курицы для вас сделаю два вкусных соуса один у нас будет терияки а второй у нас будет сливочный чесноком в терияки 100 миллилитров соевого соуса винный уксус одна столовая ложка имбирь сушеный чеснок сушеный здесь по одной чайной ложке и того и другого тростниковый сахар этот темный картофельный крахмал две чайные ложки без горки мед столовая ложка добавим сюда же воду потом 80 миллилитров пойдет и рафинированное масло все приступаем к готовке ставим емкость в которую у вас будет все это нагреваться выливаем сюда соевый соус выливаем сюда мед выливаем сюда уксус уксус высыпаю сюда сахар высыпаю сюда имбирь с чесноком дальше я наливаю 80 миллилитров воды где мне здесь миллилитры вот они вот так вот в него вложу трахмал вот так и хорошо его перемешиваю вот так вот чтобы не было кусочков комочков и всего остального и выливаем наш соус и сейчас мы его нагреваем до загустения вот он начинает нагреваться я добавляю сюда масло вот загустел наш соус все соус готов выливаем соус в емкость вот так остальное можно налить бутылочку и убрать в холодильник теряйки соус пойдет для огромного количества азиатской кухни и приготовлю сразу вам второй у меня здесь 5 столовых ложек йогурта и 2 столовые ложки майонеза все это смешиваю вместе сюда же добавляю ну у меня здесь одна большая долька чеснока выжатого через выжималку сюда же мне надо добавить примерно вот такое вот количество лимонного сока вот сюда думаю так вот соли и вот так вот немножко сахара сахара вот так все это хорошо переливать на вкус на вкус соли отлично немножко бы чуть-чуть добавил бы сахарку еще немножко немножко и вот так вот вот так вот меленько-меленько зеленого лука вот так и сюда мус и вот наш соус совсем преобразился вот такой вот он красивый еще раз да немножечко лимонного сока и йогурт закислый поэтому обязательно по вкусу надо регулировать сколько добавить туда сахарку вот так так это все в сторону вот она курица в хрустящей красивой панировке осталось дело за главным или не главным но попробовать я думаю стоит потому что все-таки у меня есть в крахмале а есть чисто в муке а есть с добавлением крахмала поэтому я беру с добавлением крахмала макну в йогуртный соус очень хорошо хрустит панировка все можно сказать у меня все получилось сбалансировано если вы будете делать по этому рецепту просто если здесь сейчас минимальное количество соли если вы любите более соленую курицу можете немножко в муку добавить побольше чем я добавил но всех остальных приправ я думаю просто идеально сбалансировано здесь не выделяется ни перцы ни черный не особенно белый перец его ярким вкусом чеснок сухой ну короче все один из приправ они очень очень сбалансированы остерияки астерияки соус отличный курица супер ну вот что я попробую я попробую крылышко которое жарилось в муке без добавления крахмала серияки мне понравилось тоже вкус конечно не изменился вкус конечно остался такой же самый но мне кажется вот это вот корочка я возьму вилку и слушайте она вся хрустящая это с добавлением крахмала просто муки тоже хрустит но немножечко по-другому поэтому друзья конечно решать вам но на мой вкус в следующий раз если я буду готовить это блюдо я ему обязательно добавлю крахмал ну вот как бы про блюдо у меня все а у вас а у вас только все начинается так что бегите в магазин собирайте все приправы и вперед жарить это вкусное блюдо нечего ходить по ресторанам кэфси когда можно приготовить это все у себя дома из вкусных хороших и приятных продуктов вот а с вами я буду прощаться на небольшое совсем время скоро я опять появлюсь на своей кухне и для вас приготовлю опять что-нибудь вкусное так что друзья всего всего вам хорошего и пока да очень вкусно очень вкусно правда тебе вкусно мое главное хрустит как да хрустящая вкусная а сольки немного всего хорошо да мягкое внутри да и сверху хрустящая да а что еще ты скажешь очень вкусно почти все одинаково как и кэфси это реально вот так вот так